Полномочия. Если официальный Киев их не признает официально избранными, всенародно избранными президентами этих новообразованных структур... Но их, по-моему, и в этих новообразованных структурах не очень-то все признают. Тем более, тем более, что их и там не признают. Ну, скажем, какая-то часть там признает народа, а какая-то не признает. Мы знаем, там постоянно стычки какие-то происходят между заслонными казачками и местными. О заслонных казачках мы еще пока повторим. Да, и в таком случае уже под большой знак вопроса ставится вот эта вся структура этого процесса. С одной стороны, господин Зурабов, который представляет, очевидно, Путина, и примкнувшие к ним вот эти лица, самопровозглашенные президенты. С другой стороны, вполне официальные личности, такие как Кучма, да, которые уже президентствовали, которые действительно легитимны во всех отношениях. Получается, легитимная сторона о чем-то пытается договариваться с нелегитимной стороной. Но, по крайней мере, так это выглядит отсюда, из Киева. И уже отсюда этот процесс вряд ли приведет к какому-то весовому результату. Хотя всегда говорят, что переговорный процесс, ну вообще, попытка о чем-то договориться, это всегда лучше, чем отсутствие таковой. Но это пока только попытки. И вот, кстати, по... Кудой мир. Да, но его еще нету, по сути. Понятный результат, к сожалению. Да. Но вот по поводу представителей этих так называемых республик, вот тоже очень интересно, какой они вес могут иметь даже на этих территориях. Потому что вот буквально, я почему говорю, буквально сегодня в интернет появилось видеообращение такого, не говоря, лидера казачьего полка в Первомайске Евгения Ищенко. Вот он очень...